Очередной скандал с покалеченным ребенком, но на этот раз в столичную больницу доставили уже пятилетнюю девочку, кто построил девятиметровую стену под окнами квартиры пенсионерки в Уральске. Об этом и не только расскажем сегодня в программе «Народный контроль». С вами Камиль Галиев. Здравствуйте. По традиции, непридуманные истории казахстанцев. Избиение или неудачное падение? Как пятилетняя девочка оказалась на операционном столе? В начале марта во вторую детскую горбольницу Астаны поступила пятилетняя Эмириаль. Что увидели люди в белых халатах, откровенно говоря, шокировало. На теле девочки не было живого места. Голова разбитая. Ребенка в больницу доставил дядя, который утверждал, что она просто упала с дивана. Подробности у Амира Саминбетова. Едва увидев Эмириаль, врачи незамедлительно направили ее в реанимацию. Медлить было нельзя. В операционной доктора боролись за жизнь пятилетней девочки около двух часов. Следы синяки в стадии цветения разная стадия времени. Стабильная. Сейчас находится в отделении, получает лечение. Сама адекватно в сознании отвечает на вопросы. Кушает, улыбается, играется. Температуры ничего нет. Дядя девочки врачам пояснил, что она упала с дивана. Но медиков такие объяснения не убедили. Они сразу же вызвали сотрудников полиции. За два дня, что Эмириаль находилась в больнице, к ней так и никто и не пришел. Женщина, которая лежала в соседней палате, сфотографировала девочку. И написала об этом в социальных сетях, рассказав историю избитого ребенка. Над ребенком реально издевались. У нее очень много синяков и ран. Вся грязная, будто месяцами не мылась. Я заказывала ей по интернету вещи. Сегодня ее перевели в отделение нейрохирургии. Врачи молодцы, наблюдают за ней. Я, конечно, чужой человек, но и не смогла пройти мимо, увидев кроху такую, которая нуждается в помощи взрослых, хороших людей. Кто бы ни был, не имеет права поднимать руку на ребенка. Последовала молниеносная реакция интернет-пользователей. Волонтеры в тот же день приехали в больницу и привезли все самое необходимое. Мы не остались равнодушными, не остались в стороне. Наши волонтеры приехали, привезли девочке продукты, игрушки, вещи. И одна неравнодушная девушка смогла попасть к девочке в палату, где девочка лежит после операции. И видно на теле синяки разные во времени. Откликнулся и мажлисмен Магирам Магирамов. Он заявил о готовности оплатить все затраты на лечение девочки. Я связался с главным врачом в этой городской второй больнице. Он мне подробно все рассказал о том, как она поступила, какие они меры принимают. Мы договорились так, что я буду на связи постоянно с тем, чтобы потом понять, как будут идти дальнейшие действия. Сейчас самое важное, чтобы ребенок поправился. Мы попытались поговорить с родными Мериале. В этом доме проживала пятилетняя маленькая девочка. Сейчас мы приехали и хотим поговорить с родственниками, посмотреть, в каких же условиях проживала пострадавшая. Дверь нам открыл мужчина, но едва услышав наш вопрос, тут же ее захлопнул. Правда, не отрицать, что маленькая девочка жила именно в этой квартире. Рассказал, что хозяев нет. Решили расспросить соседей и собрать больше сведений. Семью, говорят, знать со стороны, так как снимать квартиру те стали всего пару месяцев назад. Полицейские сразу начали расследование, но разглашать детали дела не стали, сославшись на тайну следствия. По сообщению медицинского учреждения начато досудебное расследование. Обстоятельства данного инцидента устанавливаются. Кроме того, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса в Республике Казахстан, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане депутат Мажелиса Загипа Балиева, как только узнал об этой истории, незамедлительно навестила пострадавших. Мажелис Вумен выяснила, что мама ребенка находится в СИЗО. Женщина обвиняется в распространении наркотиков. Отец умер. Живет пятилетняя девочка у дяди. Загипа Балиева пояснила, что сейчас идет следствие, и только после его завершения будет определена дальнейшая судьба девочки. Как только мне поступила эта информация, я держу это на контроле. Я сразу поставила в известность Министерство внутренних дел. Сейчас после операции, после того, как состояние стабилизируется, девочка будет направлена на психологическую поддержку, будет предоставлена социальным службам. В это время, пока медики занимаются девочкой, мы вместе со следственными органами будем заниматься семьей. Нам нужно сейчас определить, будем мы возвращать девочку в семью или нет. Загипа Балиева поделилась, что сотни казахстанцев хотят удочерить девочку. Многие передают для нее одежду и продукты питания. Уполномоченная по правам ребенка пояснила, что только при лишении родительских прав встанет вопрос о ее дальнейшей судьбе. Такая вот стена выросла за окном 76-летней пенсионерки из Уральска Елизаветы Ивановны. Женщина жалуется, что теперь не может наслаждаться пейзажем. А ведь когда-то, по ее словам, на месте магазина росли деревья, в их тени играли дети, да и сама она проводила время с пользой, ухаживая за насаждениями. В огороженной от мира квартире побывали мои коллеги. Огорожен кустарником и наши березы липые, крогачи вот такие, и травка. Вот когда сухо было, как тут поле, а вот эти деревья аж разрослись, субсежитие выйдут, постелят одеялко, и дети куыркаются. И мы в окно, и дождь придем к ним. Зимой бабу слепят, и мы тут 30 деревьев спилили. Теперь на месте палисадника растет кирпичная стена. Как отмечает Елизавета Ивановна, стройка под ее окном началась еще летом и не прекращается до сих пор. Куда она только не обращалась, но все впустую. Кругом глухая стена. Мы уже в суд подали, и я и к прокурорам, и милицию вызывали, и к корреспондентам, в телевидении, в газету. Строит никакая. Я говорю, как же так, мы в суд подали, должно все приостановиться. А он уже внутри, мало того, еще кочагарку на три трубы пристроил. Там у себя сделал. Это весь газ, копти, опять все ко мне. Мириться с такой ситуацией Елизавета Ивановна не намерена. Об озеленении говорят и на высшем уровне. А тот за один день срубили многолетние деревья, возмущается пенсионерка. Почему, говорят, барабашут здесь не сделать? Мороженую какую-нибудь. Детям качели, скамеечки, цветочки. И дети выйдут. И я выйду, некоторого остановлю или носик вытру и отдохну с ними. Настойчивость пенсионерки заставили хозяина стройки заключить мировую. Но по-своему жалуется она. На 15 января барабаш пришел ко мне. Давайте мировую. Заберите заявление. Я вам окна железные, двери сделаю. А вы заберите заявление. Я говорю, я детей и соседей не продам. Соседи уже перестали бороться, а женщина, несмотря на свой преклонный возраст, в одиночку собирается добиться правды. Я хочу видеть детей, народ. Я ходить не могу далек. Я вот у окошечка гляжу. А мне вот это все время Порошенкина стена перед глазами стоит днем и ночью. И все. Что же, а в самом деле так положено строить, а? С этим вопросом и за разъяснением ситуации мои коллеги обратились в местный Акимат. И вот что нам ответили. В этом деле поставит точку только суд. Вот так сообщили нам в пресс-службе Акима. Только когда он пройдет, ответить таки не смогли. Нам не удалось узнать позицию бизнесмена. С нами на контакт он не пошел. В Астане многодетная мать нуждается в помощи. Нургуль Бесатов с четырьмя детьми бросил гражданский муж. Живет семья в маленькой съемной комнате. Но и этого скромного жилища девушка может лишиться в любой момент. Нечем платить за аренду. О бедственном положении женщины в материале Амира Саминбетова. Черствая лепешка – самое вкусное и желанное лакомство для детей Нургуль. Баловать их попросту нечем. Когда появился четвертый ребенок, гражданский муж не выдержал трудностей и уехал на родину в Узбекистан. От него никаких вестей. Алименты и пособия многодетная мать не получает. Да и от родственников никакой помощи нет. Они изначально были против ее брака. Потому с ними она давно не общается. Мясо не кушаем реально. Ну, такое, кушаем сухомятку там, картошку там, где пожарить. Да, и все. Макароны вот эти. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Даже бывают такие дни, что я сама не кушаю детям, детям, детям. Бывает такое. Бывают такие дни, что... Когда есть, когда нет. Дети спят на кровати, а я сплю на полу, потому что смотрю за детьми, что с ними ничего не случилось. И когда они болеют, конечно, не хватает на лекарства. Бывают такие дни, которые бывают трудно. Старший сын Нургуль, которому 10 лет, учится и живет в интернате. Остальные дети все время проводят в четырех стенах. В комнате только кровать и стол. Никаких игрушек. И выйти на улицу они не могут. Нет зимней одежды. Но главная проблема для матери-одиночки отсутствие прописки у детей. Из-за этого она не может даже оформить пособие. Мои дети, пока не ходят в садик. Вот этот сын у меня прописан. И я на прописке. А вот эти двое не прописаны. Мне, если я хочу садик отдать, упираются на прописке. А если я на прописку, мне потребуют 30 тысяч на прописку. Но таких денег у Нургуль нет. Ведь она не может купить даже продукты. В округе знают о бедственном положении матери-одиночки. В соседнем магазине дали продукты. Только в залог женщина оставила документы детей. Она готова выйти на любую работу. Но вот только маленьких детей оставить не с кем. А за съемную комнату платить все-таки нужно. Волонтеры столичного клуба Добряков, узнав о проблеме Нургуль-Бесатовой, не остались в стороне. Общими усилиями привезли мебель, одежду и продукты. Самое главное, сразу же помогли прописать детей. Даже определили их в детский сад. При выезде к данной семье мы были поражены ее ужасным положением. Она жила в сырой времянке. У нее не было средств даже оплачивать данную времянку. Мы обеспечили ее продуктами. Оказали помощь, в первую очередь, переселив в более лучшие условия времянки. Теплые оказали помощь, что у нее не было совсем холодильников, где хранить необходимые продукты для детей. И плюс еще у нее была проблема устроиться на работу. Эту проблему мы тоже решили благодаря неравнодушным людям, которые после размещения данного поста оказали помощь. Они помогли устроиться на работу в клининговую компанию, уборщице. Помочь многодетной матери можете и вы, уважаемые телезрители. Контакты малобеспеченной семьи вы сейчас видите на своих экранах. Безусловно, приятно, что нашлись добрые люди и помогли многодетной матери-одиночке трудоустроиться. Мне же остается, кстати говоря, напомнить слова столичного Акима. Он на встрече с населением лично обещал брать на работу сотрудников с горящими глазами. Так ли это на самом деле, покажет время. Сейчас у нас 4,5 тысячи вакансий, где бизнес не могут найти работников. В Акимаце в структурах у нас 800 вакансий, поэтому работа есть, каждый человек мог получить новую специальность. Гибкое обучение по-моему делать. То есть, если он работает на рынке, он может в субботу, в воскресенье учиться или вечером учиться, но получить новую специальность. К слову, Нургуль Бесатов намеренно последует совету градоначальника и планирует получить новую специальность. Если и вам есть что рассказать, мы ждем ваше видео на наш мобильный мессенджер по номеру 777-890-6690. Пишите на электронный адрес либо в социальных сетях. Обращайтесь, поможем. С вами была команда Народного контроля. Увидимся, как обычно, на телеканале Хабар. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин